Сейчас в Керчь. Там начался трёхдневный траур по жертвам взрыва и стрельбы в колледже. По самым последним данным, число жертв этой трагедии выросло до 19 человек. Все они уже опознаны. Также в морг доставлено тело предполагаемого убийцы, 19-летнего Владислава Рослякова. Что побудило молодого человека совершить преступление, устанавливает оперативно-следственная группа. Следователи выясняют, был ли у него конфликт с учениками или учителями. А пострадавшие находятся в больницах Крыма и Краснодара. Врачам ночью удалось стабилизировать состояние тяжелораненых подростков. Об этом по итогам совещания в Керчевском госпитале рассказала глава Минздрава Вероника Скворцова. Однако, по её словам, семеро пострадавших находятся в состоянии крайней степени тяжести. На прямой связи из Керчи. Николай Соколов. Николай, какие ещё заявления прозвучали, что известно об эвакуации раненых в Москву? Николай, как вы слышите? Роман, на самом деле, буквально несколько лет назад завершился брифинг. Сначала Вероника Скворцова посетила в специальном обходе всех больных, которые ещё в состоянии. Но, как вы знаете, многие находятся именно в отделении реанимации. И стоит сказать, что, конечно, состояние многих сейчас врачи оценивают действительно как крайне тяжёлое. И стоит сказать ещё одну важную деталь. Мы не могли не спросить Веронику Скворцова, можно ли говорить о том, что самый сложный этап уже позади. Так вот, министр здравоохранения сообщила, что, скорее всего, ещё в ближайшее время нужно будет наблюдать за состоянием тех больных, чья жизнь ещё вызывает опасения. Но, в принципе, достаточно такая хорошая новость. Это действительно, что за эти прошедшие часы удалось стабилизировать ситуацию. Удалось сделать так, что сейчас, возможно, та самая санавиация. Если говорить конкретно, то действительно будут задействованы краевые и городские главные клиники. Известно, что это республиканская больница будет в Симферополе. Кроме этого, краевая в Краснодаре. Ну и, конечно, будут задействованы столичные клиники России. Говорилось о клиниках Бурденко, Вишневского института. Соответственно, самые лучшие медицинские учреждения, которые в данном случае, скорее всего, будут аккуратно очень работать. Вот что ещё рассказала министр здравоохранения. Мы готовим сейчас 10 человек к эвакуации в медицинские ведущие центры. Это центр детской хирургии и травматологии. Восемь детей из этих 10 пациентов. И двух взрослых в институт нейрофирургии Бурденко с черепно-мозговой травмой, с субдуральной гематомой. И в институт Вишневского с комбинированной травмой.